Добрый день, уважаемые! Очередное видео весьма интересно, я думаю, оно вам понравится. Как заставить матку осенью сеять, потому что к осени обычно ранние весенние или старые матки прекращают яйцекладку, а пчеловоду надо в зиму пустить хорошую семью хотя бы на четырех рамках засева. Здесь описывают два пчеловода, весьма интересные, об откладывании яиц с маткой. Первый пчеловод описывает так. В книге пчеловодства Гусельникова 1954 года есть указание на то, что если в августе и сентябре матка прерывает яйцекладку всего лишь на 2-3 дня, то никакие подкормки уже не оказывают побуждающие действия, а откладка яиц не возобновляется. С этим согласиться нельзя. Как-то от слабой семьи я сделал поздний отводок. После того, как в отводке вывелась и спарилась матка, она начала засевать соты. Но длилось это недолго. Была осень, улья находились под горой, и солнце их не освещало. Сначала прекратила яйцекладку старая матка, а затем и молодая. Семьи были слабенькие, не обсиживали двух рамок. Я задался целью заставить маток работать. Перенес улья на крышу дома, чтобы их грело солнце, подставил кормушки в гнезда и перед летками подкормку давал два раза в день, сообразуясь с летной погодой. В начале и в конце дня по две-три столовые ложки в кормушку. Вскоре молодая матка возобновила яйцекладку, но старая продолжала упорствовать. Тогда я перенес ее в семью, в ее семью, небольшое количество однодневного расплода, взятого у молодой матки. Через три дня старая матка начала яйцекладку. В ноябре обе семьи были убраны на зимовку. Семья со старой маткой была на пяти рамках, а с молодой на шести, хорошо покрытых пчелами. Весной эти семьи очень быстро развились. Второй пчеловод описывает подобную ситуацию. Молодые матки позднего вывода откладывают яйца до глубокой осени. Это известно всем пчеловодам. Матки же прошлогодние и раннего вывода прекращают яйцекладку значительно раньше. К семьям, у которых матка прекратила откладку яиц, я подставляю рамку с яйцами и молодым расплодом из семьи, где молодая матка еще несет яйца. Одновременно с этим ставлю за вставную доску распечатанную малометную рамку, залитую сытой или сахарным сиропом. Одна часть сиропа на три части воды. Для побуждения матки к яйцекладке. Подставку подобных рамок повторяют через одни-двое суток на протяжении 10-15 дней. И матка, прекратившая яйцекладку, снова ее возобновляет. Таким образом можно добиться получения большего количества расплода до 4 рамок и нарастить молодых пчел на зиму. В 1958 году, 5 сентября, просматривая состояние семей, и обнаружил полное отсутствие расплода в одной семье. Подставил ей рамку с яйцами и молодым расплодом. Через 10 дней улью уже был расплод на 4 рамках. За 10 дней этой семье 4 раза давал распечатанные малометные рамки с частичным заполнением сиропом или сытой. Эта операция сопровождается сокращением и утеплением гнезда. Семьи, у которых вывелись молодые пчелы, зимовали хорошо, а главное весной они очень быстро усиливались. Вот такая информация, друзья. Весьма интересная. Потому что с осени, если заготовите своих пчел пчелами, свои семьи медом и пчелами, то у вас будет прекрасное по весне. Еще парочку статей небольших. Прекращение воровства у пчел. В течение 6 лет я испытал все рекомендуемые способы борьбы с воровством. Но ни один не дал положительных результатов. Некоторые из них, в частности, отпугивания пчел пахучими веществами, не только не помогают делу, но и вредят. И применение их приводит к еще большему нападу на семью. Семьи становятся неспособны отличать чужих пчел и прекращают сопротивление. В прошлом году я применил простой способ борьбы с воровством пчел. О нем и хочу рассказать. В первой декаде августа у литковой сильной семьи и одного нуклеуса я заметил оживление. Началось воровство. Проследив за семьями, я убедился, что ворует нуклеус. Как известно, самый надежный способ убрать обворовываемую семью. Но она была в улей лежаке. Тронуть ее с места я был не в состоянии. Поэтому убрал нападающую семью. Ну, клюус можно было легко снять и перенести одному. Я перенес эту семью в сторону примерно на 1-1,5 метра литком к кусту малины. А вместо нее поставил легкий фанерный ящик. Пчелы в воровке, возвращаясь с добычей, заходили в ящик без рамок. Там я продержал их в течение часа. Затем ящик отнес в сторону и вытряхнул ворог. Предварительно поставил улей на свое место. Вернее, старый улей сначала отнес на свое место, а потом вытряхнул ворог. Пчелы дружно вошли в свой улей. К моему удивлению, воровство прекратилось и все стало спокойно. На следующий день воровство не возобновилось. Еще небольшая статичка. Погашение напада пчел. Во время сокращения гнезд в августе прошлого года я увидел, как в неплотно закрытой улей, где на временное хранение были поставлены маломедные рамки, проникли пчелы, возбужденные запахом меда. Они летали по всей пасеке. Я убрал рамки, уля смазал керосином, возбуждение пчел продолжало нарастать. Тогда я сделал следующее. Из уля вынул 4 маломедных сота, отнес их в сторону на 100-120 метров. Вскоре на пасеке не было ни одной пчелы-воровки. Через 3 часа рамки убрал при полном отсутствии на них пчел. Возбуждение угасло полностью. Этот способ рекомендую применять при нападах. То есть он поставил как бы кормушку с этими пчелами. Пчелы все кинулись туда, куда он их отнес, как говорится. Где они сидели, эти воровки на этих рамках, он их отнес, поставил на 100 метров. И оттуда они уже стали брать этот медок и сообщали информацию, что этот медок находится вот там. И поэтому напад прекратился, друзья. Еще маленькая статейка. Многолетний люпин. Ценный пыльциноз. При отсутствии пыльцы в весеннее время пользуются искусственным белковым кормом, который иногда вызывает значительную гибель пчел. Следует помнить, что всего это можно избежать, если иметь вблизи каждой пасеки небольшой участок с пассивом многолетнего люпина. Наш многолетний опыт на Лудзенском госсортоучастке Латвийской ССР показал, что пчелы в удобное для них время делают огромные запасы пыльцы, собранные с многолетнего люпина. И поэтому на следующий год весеннее кормление расплодов проходит в исключительно хороших условиях. Многолетний люпин – травянистое растение из семейства бобовых. Известны случаи 20-летнего произрастания на одном месте без повторных посеев. Итак, друзья, вот до этого места весьма интересная информация, без чего, как говорится пчеловоду, трудно обойтись. Без знания. Если нет знания, не будет успеха. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жду ваших комментариев. До встречи, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok